МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если потекла крыша, жильцы многоэтажки на улице Дачной пытаются сохранить разум в борьбе с коммунальщиками. Конечно же, тяжело, любая прессонка тяжелая. Устаем, работаем. Готовится к сезону Тольяттинская Лада планирует укрепить свои позиции в КХЛ. И без того проблемные улицы Старозагора и Советской Армии в среду в районе полудня и вовсе оказались парализованы. Причина километрового затора – нелепое ДТП. На видео с регистратора, которое прислал нам очевидец, видно, что фонарный столб буквально лег на мусоровоз. Вероятно, машина выезжала со двора и притерлась. В итоге грузовик послужил опорой и затормозил падение столба на проезжую часть. Никто, к счастью, из участников движения не пострадал. Всего же за сутки в Самаре произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли два человека, еще 15 получили различные ранения. Одно из них произошло на трассе М5 «Урал», где грузовик улетел в Кювет. Водитель большегруза с прицепом двигался из Самары в направлении Уфы. По данным полицейских, мужчина превысил скорость и не справился с управлением. После чего грузовик занесло, прицеп отсоединился и фура на полном ходу улетела с дороги. Водитель грузового автомобиля получил травмы головы и позвоночника. А в Самаре «Шкода Фабия» сбила женщину на тротуаре. Пострадавшую отвезли в ближайшую больницу, где она позже скончалась. По предварительным данным, женщина за рулем иномарки была в трезвом состоянии. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства этого происшествия. Весь этот рассказ к тому, что в целом в регионе за последние полугодия произошло больше полутора тысяч дорожных происшествий с пострадавшими и, к сожалению, погибшими. Изучая причины и условия таких ДТП, сотрудники автоинспекции сделали вывод. В каждом втором случае есть недостатки содержания улично-дорожной сети. Они не обязательно провоцируют аварии, но нередко усугубляют последствия. О надзоре и проектах ГИБДД ради безопасности Дина Сметанова. Основные недостатки содержания дорог, на которые указывают сотрудники ГИБДД – плохая видимость дорожной разметки или полное ее отсутствие, неправильное применение дорожных знаков, нет тротуаров. Все это нередко становится причинами, сопутствующими совершению ДТП. В случае, если недостатки выявляют, по каждому применяют меры. Не игнорируют и обращения и рекомендации жителей-автомобилистов. Их ежедневно поступает несколько десятков. Но особое внимание безопасности возле образовательных учреждений, а также к тем дорогам, которые стали самыми аварийными, когда случилось более трех происшествий на одном и том же участке протяженностью 400 метров. У нас есть удобная автоматизированная информационно-управляющая система, журнал ДТП, который функционирует в Госинспекции Российской Федерации уже, соответственно, где-то с 2011 года. То есть в эту систему подгружается ежедневная информация о каждом ДТП с пострадавшими. Туда выкладываются все фотографии с данного места ДТП. Мы видим, какие реальные недостатки там существуют. В эту же систему подгружается информация о принятых мерах по данному ДТП. И далее мы отслеживаем результат по этим принятым мерам. За полугодие в области выдали более 4 тысяч предписаний. К административной ответственности привлечены почти полторы тысячи должностных и юридических лиц за нарушение правил содержания уличнодорожной сети. Однако в настоящее время контрольно-надзорные функции затруднены. Раньше, прежде чем начать ремонт или строительство, подрядчики должны были согласовывать проекты в части организации дорожного движения с ГИБДД. Сейчас согласование не обязательно. У нас была построена в том году 42 километра от дороги Самара-Оренбург. Это выход в Нефтегорском районе. То есть по факту проект с госавтоинспекцией не согласовывался. И там даже были такие ляпы, неправильное промедление дорожных знаков. То есть наличие трех полос, а знаки стоят в движении по двум полосам. Ради безопасности у ГИБДД есть много проектов. Уже установили первые умные светофоры. Режим работы меняется в зависимости от интенсивности движения и времени суток. Для увеличения пропускной способности основных магистралей предлагают строительство заездных карманов для общественного транспорта, а на крупных перекрестках – правоповоротных съездов. И мечта автомобилистов – автоматическая система управления дорожным движением «Зеленая волна». Проезжаешь светофор, а дальше всю улицу под зеленый сигнал. Так как поток будет двигаться с одинаковой скоростью, мелких столкновений резко поубавится. Но пока на все это изыскивают средства. Дина Сметан, Валик Галочкин, СТВ. Не укрыться даже в собственных квартирах. Жильцы дома на улице Дачной стали бояться дождя, не говоря уж о грозах и ливнях. Два верхних этажа каждый раз заливает водой. Чтобы найти причину, наша съемничная группа рискнула забраться на крышу. Сейчас вот только закапает на крыше, у нас тут сразу уже раз, и полоса вот эта мокрая. Потолок в квартире Веры Александровны напоминает картины абстракционистов. Но хозяйке не до эстетических удовольствий. Недавно пенсионерке пришлось потратиться на люстру. В дождливые ночи прежняя загоралась сама собой, замыкала проводку. Когда почернели стены, владелица уже и не помнит. В последний раз крышу ремонтировали в 2009-м. Лить с потолка на время перестало, но потом все повторилось. Вот мы обратились, начиная с апреля, тут и снег таял, и осадки, и все. Говорит, вот у нас нету своих бригад, мы должны что-то там, кого-то заказывать. Ну, говорит, вы записаны в план. Мне сказали так, 15-го года. Соседка Вера Александровна только купила свою квартиру. Не успела закончить ремонт, как поняла, что работы можно начинать сначала. На кухне после дождей сыры, как в деревенской бане, а натяжные потолки в коридоре повисли пузырю. Ярослава теперь подсчитывает убытки, при этом продолжая исправно оплачивать все свои квитанции за жилье. Обращались в ЖЭО три раза, писали официальные заявления. Начальник ЖЭО сказала, что в процессе, ждите, крышу вам отремонтируют. Приходила женщина, заходила на чердак, смотрела, сказала, что ничем помочь не может, и ушла. Управляющая компания у нас коммунальник, платим кварплату, куда мы своевременно. И нам сказали, что нашим вопросом должна заняться Федорова Евгения Олеговна. Но пока никаких звонков, никаких комиссий не было. Наша съемочная группа не поленилась залезть на крышу. Оказалось, там сухо и чисто, комар носа не поточит. Но факт остается фактом. Квартира на дачной 29 заливает. В поисках справедливости Ярослава написала письмо губернатору. Девушка надеется, что помощь окажут, и квартира утратит сходство с объектами современного искусства. Юлия Клюанова, Доростегаев, СТВ. И все же чиновники уверяют, что жилой фонд Самарского региона поэтапно приводит в порядок. Только за первый год работы региональной программы капитального ремонта были улучшены жилищные условия более 40 тысяч человек. Масштабы преобразования оценил наш корреспондент Александр Семенов. Почти 40 лет без капитального ремонта. Строительство дома 25А по улице Спортивной датировано далеким 1953 годом. Косметический ремонт лишь на время скрывал все недочеты всерьез. К восстановлению дома не подходили очень долго. В этом году жители дома оценили работу новой системы капитального ремонта. Фасад был, естественно, в плохом состоянии. Последние годы пошло обрушение украшений вот этих вот липных малых архитектурных форм. После капремонта вот дом в таком обновленном виде предстает. Капитальный ремонт позволит продлить срок эксплуатации здания. За два месяца здесь были заделаны трещины, заменены водостоки, местами усилен фундамент. В лучшую сторону изменился и внешний облик. Работа практически завершена. Осталось лишь окрасить цоколь. Капитальный ремонт. Разбивали штукатурку всего практически здания. Восстанавливали заново. Шпаклевали, красили. В принципе, вот что и получилось у нас. А это уже улица Клиническая, дом 23. Здесь обновлены все инженерные системы. Местные жители с гордостью рассказывают о ходе работ. Все сделано на чистую совесть, рапортуют они. И смеются. Сами проверяли. Раньше, например, в подвал было страшно спускаться. Сетуют они. Сейчас же совсем другое дело. Вообще, капитальный ремонт многоквартирных домов идет по всему региону. В настоящее время несколько сотен объектов находятся в работе. Большинство домов, да, особенно кровли. То есть там старый шифер, они разрушены, уже все течет. И жильцы уже с нетерпением ждут годами этот ремонт. Некоторые даже не верятся. Говорят, нам уже сколько обещаются, наверное, так никто и не придет. Но когда приходят, они довольны. То есть по мере поступления, конечно, решаем какие-то вопросы. Но, в общем, результат положительный. На улице Чапаевский дом 200 также приведен в порядок фасад здания. Теперь он выглядит совсем иначе, чем год назад. Свежий вид пришел на смену потрескавшемуся фасаду здания. Постепенно капитальный ремонт придет во все многоквартирные дома региона. Только за два года планируется обновить более полутора тысяч зданий. В Самарской области возникла угроза распространения вредных организмов. Сразу в нескольких хозяйствах губернии фермеры сеяли непроверенные семена. В Исоклинском районе в частном фермерском хозяйстве засеяли 40 тонн ячменя. При этом у владельца не было документов, подтверждающих безопасность сырья. Кроме того, территория этого владения не прошла фитосанитарное обследование. Также отличились сельхозпроизводители в Безенчукском районе. Здесь шесть партий зерна, овес, пшеница, зима, ячмень, подсолнечник и кукуруза также не прошли фитосанитарную проверку. В итоге возбуждено шесть административных дел, а хозяйство должно выплатить штраф на сумму 30 тысяч рублей. Тем временем в Жигулевске также в частном хозяйстве, где выращивали пшеницу, специалисты Роспотребнадзора обнаружили амброзию. Зерно было заражено опасным сырняком, из-за чего его направили на очистку от вредоносных семян. И смотрите далее в нашем выпуске. Ну, конечно же, тяжеловато, любая прицелка тяжелая. Устаем, работаем. Готовится к сезону Тольяттинская Лада планирует укрепить свои позиции в КХЛ. 22 июля пополнился календарь необычных, неофициальных праздников. Это и день крысолова, у математиков день числа Пи. А третий праздник может относиться к каждому из нас – день находок. Нельзя не согласиться, что находить всегда приятнее, чем терять. Мы поинтересовались у самарцев, какие потери у них случались, и наоборот, насколько часто они оказываются везучими. Кошелек с деньгами находил там, ну, около трех тысяч. Вернули? Нет, к сожалению, некому было. Так бы вернул бы, наверное. А что теряли? Теряли, ну, тоже ключи и деньги. Раньше были друзья по молодости, потом все разъехались, кто куда растерялись, вот и все. У меня была большая потеря в жизни. Это две иконы, одержанные Божьей Матери. Ну, то, что я нахожу, я никогда не поднимаю. Это прежде всего мое правило, потому что это слезы чьи-то. На себя эти слезы я брать как-то не решаюсь. Я находила 10 рублей, рубль, знаете, вот такой вот. А еще я находила документ человека. Я позвонила в этот, значит, там был, как говорится, написан номер телефона. Позвонила этому человеку. Она говорит, да, я потеряла. Я говорю, пожалуйста, прийдите, я вам отдам. Мне кажется, каждый человек должен знать, что этому человеку нужно вернуть его именно документ. Или там, ну, что-нибудь, что потерял. Я вот так считаю, так. Должен быть честным. Кто находит всего хорошего, а кто теряет, надеется на лучшее. Наверное, жена, находка главной моей. И вот настоящая находка для всех нас с января 2017 года. Бумажный документ оборот при регистрации прав на недвижимость будет сведен к минимуму. Об этом сообщил руководитель управления Росреестра Вадим Маликов. Планируется, что ведомство будет предоставлять в электронном виде 70% государственных услуг. Сегодня жители Самарской области уже активно пользуются электронными сервисами для постановки недвижимости на кадастровый учет, получения информации из единого государственного реестра. За первое полугодие этого года в управление Росреестра поступило почти 109 тысяч запросов в электронном виде, что составляет 40% от общего количества запросов. Сразу возникает вопрос, а как идентифицируется то лицо, которое подало это заявление, и не будет ли это поводом для увеличения какого-то мошенничества, и не нужно ли опасаться за свою недвижимость? Нет, не нужно, потому что система защиты предусмотрена через усиленную квалифицированную электронную подпись, которую можно получить только в специализированном удостоверяющем центре. Другие не менее заметные события в коротком видеообзоре. За продажу санкционных продуктов могут завести уголовное дело. Депутаты Госдумы предлагают ужесточить наказание за торговлю запрещенными продуктами. Напомним, российское правительство ввело продуктового эмбарго больше года назад, но недобросовестные предприниматели продолжают возить товары в Россию через Белоруссию и Казахстан. Авторы закона проекта обеспокоены тем, что в этом случае затронуты государственные интересы, поэтому помимо административной ответственности за нарушение запрета необходимо ввести еще и уголовную. С 1 сентября российские школьники будут учиться по электронным учебникам. Наличие цифровой версии стало первоочередным условием для включения в федеральный перечень учебников. Такие копии уже появились в школах с 1 января этого года, но именно с начала учебного сезона станут обязательными. Содержание цифровой копии должно соответствовать бумажному носителю. В Миноборнауке пояснили, что электронные версии не заменят учебники, а просто будут их дополнять. Для девайсов разработаны версии с интерактивными и мультимедиа элементами. Победители всероссийских олимпиад будут получать повышенную стипендию. Миноборнауки запустила проект государственной поддержки одаренных студентов-очников. По словам представителей министерства, в этом году для них предусмотрено тысячи грантов. Ежемесячно стипендиаты будут получать 20 тысяч рублей. Кому именно дадут деньги, определит экспертный совет. Студенты, получившие грант, должны будут ежегодно сообщать о своих успехах в учебе, а также в научной или изобретательской деятельности. Кроме того, после окончания вуза они будут обязаны не менее трех лет работать в России. Для получения гранта первокурснику необходимо заполнить заявку на сайте grantapresidenta.rf. Прием заявок стартует с 10 августа. Толятинская Лада планирует укрепить свои позиции в КХЛ. Напомню, в прошлом сезоне волжане снова вернулись в одну из самых сильных лиг мира. Автоград, давно соскучившийся по большому хоккею, был рад видеть на своем льду лучшие команды континента. Но занять высокие места в турнирной таблице у Лады, разумеется, не получилось. Ситуацию можно попытаться исправить в предстоящем сезоне. Шансы волжан оценил наш корреспондент. Толятинская молодежь не раз показывала свой характер. Боевой дух у этих парней в крови. Хоккею в 63-м регионе традиционно уделяется огромное внимание. И не только потому, что это один из национальных видов спорта. Просто на нашей земле воспитывается очень много талантливых спортсменов. Минувший сезон ясно показал, Лада будет стараться биться на равных даже с топ-командами. От звездных имен игроков и бюджетов клубов соперников коленки у наших парней уж точно не трясутся. Любому оппоненту тольятинцы найдут, что противопоставить. Сейчас хоккеисты активно готовятся к старту очередного сезона КХЛ. Конечно же тяжеловато, любая присылка тяжелая. Устаем, работаем, но спина вроде нормально. Все как бы, работать дает, поэтому работаем в полную. Тольятинцы проводят сборы в Латвии в селе Азолниеке, что в 36 километрах к югу от Риги. У Волжан запланирован товарищеский матч с рижским «Динамо». Команды сыграют 24 июля в Алмиере. Все хоккеисты сейчас находятся в приподнятом настроении и рвутся в бой. Ведь Лада – первая команда с периферии, завоевавшая золото национального первенства. Новое поколение хоккеистов уж точно отдает себе отчет, что они продолжатели длинной и яркой истории волжской команды. Хоккеисты, перешедшие из других клубов, отмечают весьма высокий уровень подготовки. Тут как бы система игры другая, во-первых. Ну и нагрузочки, так-то и побольше, я бы сказал. Требования у тренеров, я думаю, что сравнить. У них у всех одно требование – выигрывать, выходить, выполнять тренерское задание. Вернется Лада со сборов домой 25 июля. После у Волжан запланировано принять участие в Кубке губернатора Нижегородской области, а также провести традиционный домашний Кубок Лады. Регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги для тольяттинцев стартует с трех гостевых противостояний. С командами Сочи, Локомотив и Спартак. Первый же домашний поединок нового сезона пройдет в Автограде 31 августа. В Тольятти пожалует Казанский Акбарс. Александр Семенов, СТВ, Тольятти. И еще несколько спортивных событий в видеообзоре Александра Семенова. Самара затаила дыхание в ожидании футбольной дуэли. На Волжские берега спешит столичный ЦСКА. Грозный, богатый и именитый клуб областной столицы сыграет с крыльями советов. Это будет первая домашняя игра для нашего клуба после возвращения в российскую премьер-лигу. Напомню, по итогам прошлого сезона самарцы завоевали золото футбольной национальной лиги. Чемпионство дало право сменить прописку и снова оказаться в самом элитном дивизионе страны. И вот дуэль со столичным ЦСКА. Волжане в этом противостоянии уж точно не хотят выглядеть мальчиками для битья. И готовятся преподнести сюрпризы знаменитому гостю. Встреча крылья советов ЦСКА состоится в эту пятницу в 8 часов вечера на стадионе «Металлург». Хоккеисты ЦСКА ВВС вышли из отпуска. Уже прошло организационное собрание, на котором главный тренер Владимир Шиханов озвучил предварительный план подготовки к новому сезону. Медицинское обследование игроки успешно прошли. Стартовал так называемый «втягивающий микроцикл», который включает в себя тренировки с небольшими нагрузками на земле и на льду. Основная работа по общей физической подготовке игроков будет проходить на грибной базе ЦСКА ВВС в селе Рождественно. Учебно-тренировочный сбор продлится две недели с 23 июля по 4 августа включительно. После двухдневного отдыха хоккеисты продолжат комбинированные занятия в Самаре. Первые спарринги пройдут 14-15 августа в Тамбове с местным клубом. Следующий этап подготовки с 17 по 24 августа также предполагается провести в Самаре. В период с 17 по 27 августа планируются товарищеские игры с командами ВХЛ. Соперники уточняются. Военные летчики получили официальное приглашение на предсезонный турнир в Тамбове. Его участниками, кроме хозяев и самарской команды, будут Смоленский Славутич и Саранская Мордовия. Сроки проведения турнира будут зависеть от календаря соревнований будущей лиги. Дарья Касаткина вышла в основную сетку турнира в Австрии. Воспитанница Тольяттинской школы тенниса, 18-летняя Дарья Касаткина успешно преодолела квалификационный барьер. На соревнованиях в Австрии в финале отборочного турнира 151-я ракетка мира играла с 23-летней Ришель Хоген Камп из Нидерландов, занимающей в мировом рейтинге 121 место. Касаткина сделала пять брейков и ни разу не упустила свою подачу. Добившись победы со счетом 6-1-6-1, Дарья выполнила пять эйсов и совершила две ошибки на подаче. В активе ее соперницы две подачи на вылет при четырех двойных ошибках. Первый очный поединок теннисисток продолжался всего 44 минуты. Соперницей Дарьи по первому раунду основного турнира будет сербка Александра Крунич. У меня на этом все. Далее прогноз погоды. Ну а в завершении выпуска напомню адрес сайта Георгия Лиманского. Читайте наши новости первыми в социальных сетях в группах СКАТ СТВ Самара. Ну и заходите на сайте радиокомпании СКАТ. Я же с вами прощаюсь. Желаю всего доброго. До свидания.